Довольно мирный, густо населенный, особенно на выходных, перекресток, в данном случае Рыбного переулка и Елинской улицы. Здания за моей спиной, в общем-то, в настоящий момент мало чем выделяются среди всех, которые его окружают. А вот 7 марта 1906 года именно здесь произошло одно из самых громких ограблений в истории Российской империи. Новоявленная партия эсеров-максималистов совершила так называемый экс на Ильинке и взяло Московское купеческое общество взаимного кредита. Первое общество взаимного кредита возникло в 1864 году. Это была волна преобразований, которую запустил Александр II, и, естественно, все это касалось и денежной реформы, и организации Государственного банка. Намечалась активность, которая порождала вот это вот все. Люди желали зарабатывать деньги, дворяне разорялись в связи с отменой крепостного права. В общем, нужно было что-то сделать. И поэтому кредитные общества росли как грибы. Главное здесь слово «общество». Дело в том, что кредит выдавался только его членам. И он зависел от того, какой пай был внесен непосредственно этим членам. И от этого зависел и процент, который этот член потом уплачивал по данному кредиту. В чем была выгода подобной схемы? Во время экономических кризисов данные общества становились стабильными, потому что они фактически не разорялись. Уменьшались риски, как вы понимаете. При этом никому не запрещалось приносить туда свои вклады любым членам. То есть вклады ты можешь давать и получать под эти вклады проценты, естественно. А вот кредит ты получить не можешь, если ты не являешься членом этого общества. Московское купеческое общество взаимного кредита было организовано в 1869 году. И у его истоков стояли такие значимые персоны, как Тимофей Савич Морозов и Алексей Абрикосов. Главная контора, так тогда назывался главный офис, располагалась вот в этом здании, на Илинке, дом 7. Если мы посмотрим на старые фотографии, то мы увидим даже вывеску, которая обозначает, где оно располагалось. Дом этот был построен по проекту архитектора Каминского, что не мудрено, потому что Каминский был фактически штатным архитектором братьев Третьяковых. И поскольку они были из купеческой среды, то, естественно, они подкидывали ему наиболее выгодные заказы. Он был женат на сестре Третьяковых. Работала контора до 17.00. И вот практически под занавес рабочего дня, 7 марта 1906 года, сюда зашла группа молодых товарищей. Они были одеты по моде дружинников того времени. Московское вооруженное восстание 1905 года было еще у всех на слуху. В чем это выражалось? Ну, прежде всего, в попахах и определенных шапках, и в определенного вида тужурках. Это были пальто, отороченные барашковым мехом. Пока они заняли по периметру главный зал, с черного входа ворвались их подельники. Нейтрализовав охрану и обрезав, естественно, телефонные провода, они отправились в так называемую кассовую комнату или железный кабинет. У него были разные названия в то время на аргое, естественно, банковском. И принудив директора Лебедева, они добились того, что он открыл сейфы. Там лежали ценные бумаги, но главарь, сбегая вперед, могу сказать, что им был Владимир Мазурин, пнул их презрительной ногой и сказал, что с этим очень много возни. Он поставил в центре этого зала некую жестяную коробку, сказав, что это бомба, и она вот-вот взорвется, тем самым, как вы понимаете, напугав охранников. И пока те в состоянии полного аута сидели на полу, он раздал своим подельникам пачки с деньгами, часть их завернули в бумажный сверток, и, в общем-то, благополучно компания покинула здание. Московский уголовный розыск тогда возглавлял Дмитрий Петрович Моисеенков. Он сменил на этом посту Алексея Вайлошникова. Дело в том, что Алексея Вайлошникова убил лично Владимир Мазурин во время как раз-таки событий на Красной Пресне. Убил и ограбил его дом, и произошло это все на глазах жены Вайлошникова и его детей. Революционерами это подавалось как акт возмездия. По факту, если мы откинем все эмоции, то мы увидим, что это чистой воды уголовщина. Но в чем ирония судьбы заключается? Дело в том, что устранив Вайлошникова, который, ну, может быть, был там не гений уголовного сыска, но как-то человек на своем месте, Мазурин, сам того не предполагая, добился назначения на этот пост человека, который, ну, мягко говоря, не очень подходил на подобную должность. С нее он был снят в 1908 году в ходе ревизии, которая была устроена, в общем-то, всему. Городоначальничество и, между прочим, городоначальник Рейнбург тоже загремел под эту лавочку. Сенатор Гарин обвинял и непосредственно Моисеенко, и главу города во взяточничестве, в Кумовске, ну, в общем, во всем том, чем всегда славилась чиновничая среда в нашей стране. Но в 1906 году Моисеенко был на взлете своей карьеры. Он лично прибыл по адресу Ильинка, дом 7, ну, а что он мог уже сделать? Бандиты покинули помещение, довольно быстро растворились в толпе, уехали выбежавшие на улицу жандармы, начали звать на помощь, но, собственно, от преступников уже и след простыл. Одним из участников данного ограбления был Александр Беленцов по кличке Казак. Ему партия доверила 36 тысяч рублей, с которыми он должен был отправиться в Париж, чтобы закупить там оружие. И вот в поезде Вена-Цюрих господин Беленцов немножечко приударил по части алкоголя. И, употребив превышавшую долю его нормы порцию коньяка, он начал буянить и даже попытался выброситься в окно. Кстати, это ему потом пригодится, забегая вперед, могу сказать. В общем-то, он был арестован. Ну, как арестован? Его просто посадили в местную кутузку, когда поезд остановился. И произвели обыск. И, помимо всего прочего, нашли вот эту сумму денег, которая на самом деле была большой. Кстати, хочу сказать, что вообще финальная сумма награбленного составляла 875 тысяч рублей. Это чуть больше, чем дофига. Астрономическая, на самом деле, сумма, которая позволила развернуться партии максималистов, стать, точнее, на широкую ногу. Причем мы еще поговорим. Когда Беленцов очнулся, он уже был в руках местной полиции. Ему дали такого адвоката Тальберга, который разговаривал на русском. И Беленцов о всем сознался. Естественно, в Швейцарии, это было дело в Швейцарии, швейцарские власти запросили российскую сторону. Те сказали, что да, было такое ограбление. И потребовали выдачи его, сказав, что это не политический, а уголовный преступник. Беленцов начал использовать все возможности для того, чтобы дать знать своим товарищам на родине, что он арестован. Он попытался инициировать некую пиар-кампанию. Дело в том, что такое уже было во Франции, когда пытались заполучить террориста Гартмана. Это еще время народной воли. Он участвовал в подкопе под полотно железной дороги возле Москвы, когда был произведен взрыв. И взрыв был не безуспешный, да, там взорвался свитский пояс, но тем не менее он наделал шороху. И вот тогда Гартмана удалось отстоять в ходе пиар-кампании, которую развернули народовольцы. Они послали письма всем ведущим, как бы сейчас сказали, опинион-мейкерам того времени, лидерам мнений. И, в общем-то, Гартмана не выбили. В общем, Беленцов на это рассчитывал, но рассчитывал зря. Потому что параллельно с тем, что он пытался себя обезопасить, туда, за границу, прибыла компания, которая должна была его вообще-то убить. Потому что максималисты решили, что он их вывел местной полиции, его надо устранить в этой связи. В общем, пока суть до дела. Тем не менее, редкий случай. Действительно, Россия добилась выдачи этого уголовного преступника. И его отправили сначала в Варшаву. Там передали уже нашим властям. Варшава была на тот момент российским городом. И надо сказать, что человек по фамилии Макаров, который возглавлял операцию по перевозке его дальше в Петербург, он был человеком довольно самонадеянным. Он решил, что раз у него есть 10 человек охраны, то можно этого, в общем-то, субтильного юношу везти не в арестантском вагоне, а в вагоне второго класса. В двух сторон там охраняли этот вагон солдаты Омского пехотного полка. Непосредственно дежурили вместе с Беленцовым в купе. Уже непосредственно, ну, жандармы. То есть, казалось бы, что может произойти. Тем не менее, на 112-й версте этой железной дороги, когда поезд на повороте замедлял ход, Беленцов вдруг встал резко, вступил ногой на кожух, который шел поверх трубы в коридоре и, резко нагнувшись, разбил головой стекло и вывылся наружу. Но вы можете себе представить, вот вы едете спокойно в атмосфере, ничто ничего не предвещает. И тут вдруг человек встает и выбрасывается из окна. Естественно, сначала такая пауза. Затем двое его охранников бросились за ним, причем один зацепился с шашкой в оконном проеме. Тут надо вот еще сказать. Дело в том, что Беленцов, он увлекался гонконебежным спортом и даже брал призы. И об этом даже печатали местные газеты, я имею в виду, в России. Естественно, человек с такой подготовкой легко сделал. Там один жандарм был вообще престарелый. Он от них ушел. Макарова и четырех его подчиненных судили военным судом. Они были отданы под трибунал. А след Беленцова простыл. Тем временем в Москве разворачиваются операции по поимке, собственно, преступников. Сначала был взят некий рабочий, который занимался тем, что подбирал записочки возле Таганской тюрьмы. Его допрос вывел на других людей. Была взята динамитная мастерская в аптекарском переулке. Вместе с этим там было взято огромное количество нелегальной литературы. В общем, разворачивая, потихонечку раскручивая это дело, вдруг вышли на либеральную газету «Мысль». Потому что некоторые операции производились через ее счета. Когда нагрянули с обыском в эту газету, выяснилось, что там есть список сотрудников. И часть этого списка – это те люди, которые были арестованы охранным отделением и непосредственно московской полицией. Но была еще вторая часть неарестованная. Вот, проверив эти адреса, пришли к удивительным выводам. Оказывается, максималисты после того, как захватили эти деньги, естественно, им надо было их отмыть. Под эту лавочку они открыли, вот такой, знаете, плеоназ. Под эту лавочку они открыли лавочку. Они открыли булочную, квасную лавку как раз-таки, две артели – столярную и слесарную. Слесарные артели, они изготовляли бомбы, оружие самообороны. Были открыты тиры такие любительские, где, тем не менее, боевиков учили стрельбе. То есть это была такая налаженная процедура по отмывке денег. Арестовав всех участников, кто имел отношение к этим замечательным бизнес-проектам, наконец, было выяснено имя главаря Володя. Но на самого этого Володю, Владимира Мазурина, выхода не было. А надо сказать, что Мазурин, естественно, после Экса, он планировал продолжать деятельность. Были куплены, это так называлось, моторы. Не автомобили, моторы. На одном из таких моторов, в одно непрекрасное московское утро, Владимир Мазурин со своим подельником выехал в центр Москвы и по дороге отстреливал городовых, которые попадались ему на перекрестках. Было таким образом убито больше десяти человек, еще больше было ранено, за что Владимир Мазурин получил гордое прозвище «Гроза городовых». Но денежки подходили к концу, и надо было что-то делать. Владимир Мазурин с товарищами занялись уже ограблением более мелких лавок, соответственно, авторитет его начал падать. Он начал гораздо больше появляться на улице, мелькать. И в итоге его выследили на патриарших прудах. Один из агентов охранного отделения, который был замаскирован под извозчика, его узнал. Его схватили, он пытался отстреливаться, но этот же самый агент выбил у него ногой револьвер. Из рук. Мазурин мог спастись. Его доставили в Таганскую тюрьму. Об этом есть очерк у Леонида Андреева. Леонид Андреев очень сочувствовал террористам. У него есть и рассказ о семи повешенных, и очерк, непосредственно посвященный Мазурину. Если не знать контекст и прочитать этот очерк, то сложится впечатление, что речь идет о каком-то очень светлом человеке. Он, кстати, очень неплохо пел. На самом деле, это отмечали многие. Обладал, естественно, колоссальной физической силой и волей железной. Ну, то есть, это прекрасные черты характера. Но вот они, к сожалению, были использованы не в том русле, в каком было бы необходимо. И буквально за неделю до его поимки было принято решение об установлении в России военного положения. А когда в России военное положение, то судебные процессы, как вы знаете, ускоряются. И вся вот эта канитель со следствием, адвокатами и прочее, она упраздняется. Поэтому Мазурин был благополучно повешен. Но на этом история не заканчивается. Дело в том, что через какое-то время вдруг в московской прессе всплыла новость о том, что в одной из московских тюрем обнаружен как раз-таки тот самый Беленцов, убежавший, как вы помните, из поезда на пути из Варшавы в Россию. Как это произошло? Дело в том, что после того, как он выскочил из вагона, он, естественно, там скитался какое-то время, набрел на усадьбу. Ну, в ней жили люди, сочувствовавшие революции. Это была тогда не новость. Там он, соответственно, отлежался, отъелся, отдохнул. И дочь хозяев, она, в общем-то, даже предложила ему какую-то помощь. Предложила дать знать уже на этот раз партии РСДРП в России, что вот есть такой человек. И пока, суть до дела, Беленцов сидел, пытался анализировать свою жизнь. В общем, он не выдержал, попросил дать знать своим, собственно, коллегам по революционному инцепу. Это еще было в тот момент, когда Владимир Мазурин был на свободе. Мазурин лично приехал в эту усадьбу. Он считал, что Беленцов их сдал. Он приехал, чтобы Беленцова устранить. Но происходило это крайне интересно. То есть, он вызвал Беленцова на разговор. В общем-то, они пообщались. Беленцов все отрицал. И тогда Мазурин предложил устроить над ним партийный суд, где в качестве судьи выступал бы он один, но на опушке леса. Беленцов, естественно, понимал, что это будет за суд. И почему он приглашает его на опушку леса. Естественно, Мазурин не мог пристроить его тут у всех на глазах. Договорился на следующий день. Но вечером, когда был ужин, вот это как раз дочь хозяев, она заметила, что Сашенька Беленцов, а она к нему уже испытывала определенные чувства, как-то не весел, отозвала его в сторону. Он обо всем поведал. И она ему сказала, что, знаешь что, не ходи-ка ты на эту встречу. Я тебя спрячу в надежном месте. И, в общем, все будет хорошо. Беленцов так и поступил. Мазурин, когда пришел на эту опушку, никого не встретил, понял, что его надули. И, в общем-то, переночевав еще раз, с ранним поездом отправился обратно в Москву. А Беленцов, он скрывался, как выяснилось, в сторожке у лесника. И его, соответственно, подруга Сердце отправилась в Россию, чтобы наладить пути его отступления. А он там жил, и ему вот этот самый лесник носил газеты. И пока он носил ему газеты, Беленцовберг понимал, что, оказывается, партия социалистов-фрационеров практически разгромлена. И ему, в общем-то, грозит а-та-та. И у него, в общем, случился, ну, душевный экзистенциальный кризис. И он ушел от осторожки, решил идти в Россию. Одет он был, понятное дело, бедно. И в какой-то момент ему стало уже тяжело идти. И он сел с зайцем в поезд и в вагоне третьего класса пытался проехать под полкой. В принципе, это бы ему удалось, если бы в округе не была до этого ограблена церковь. И жандармы местные, они усилили бдение. Беленцов был пойман, его вытащили. Очень странный человек, одет бедно в рабочую одежду, но при этом руки белые, как интеллигента. Никаких названий окрестных деревень он не знает. Куда он едет, не знает. Откуда он едет, не знает. В общем, его сдали в тюрьму, где он назвался, там, человеком по фамилии Порфирьев. А потом, когда его вели по коридору, кто-то сидевший сказал, «О, это ж наш Беленцов!» И в итоге вот эта новость всплыла, но он не дожил даже до собственной казни. Он умер от туберкулеза в 1907 году. Если вы ждете от меня какой-то морали этой басни, то и не будет, потому что, мне кажется, все очевидно. Поражает то, с какой легкостью прогрессивное общество шло в то время на встречу террористам, часть из которых являлись откровенными бандитами. Например, замечательная девушка Григорович, дочь небедных родителей, которая была близка к представителям Серебряного века, участвовала в посиделках в башне на Таврической улице у Иванова, потом эмигрировала в Италию и там, собственно, тоже вела переписку со многими Волошинами и так далее. Она, скажем, везла часть этих денег в Петербурге, пользуясь помощью своего дяди, высокопоставленного чиновника, и описывая свои воспоминания, как она шла по перрону, вот с этим дядей. Еще была какая-то собачка, вот эта маленькая, знаете, которая сейчас инстаграм-дива фотографирует, вся в каких-то берюйках. Естественно, она не вызывала никаких подозрений, а дядя постоянно удивлялся, что же у нее за тяжелый саквояж такой. А в этом саквояжи как раз была часть награбленных средств. И в итоге партия социалистов-фролюционеров так и ничего не добилась, то есть они предпринимали массу попыток совершенно различного характера, то есть была и дача Столыпина взорвана, и были задуманы покушения на большинство министров, на непосредственно самого Николая II. Но все они в итоге были пойманы, ну не все были большая часть пойманы, кто-то казнен, кто-то посажен. И вот на тот момент пока что революционный порыв не восторжествовал. Но был сделан мощный задел для того, чтобы уже спустя несколько лет все стало на круге своя. И понятие экспроприация, оно плотно вошло в обиход обывателя, и было ясно, что если ты грабишь во имя революционных идей, то ты прекрасен. Если ты просто грабишь, то ты ужасен. А начало всему этому, ну я имею в виду начало глобальной вот этой движухи, было положено вот здесь, на Ильинке, дом 7, в самом центре Москвы. На этом все, дорогие друзья, с вами был Гип Павел Перец, который вводит экскурсии и в Москве, и в городе Санкт-Петербурге. Из российских новостей. 19 января в Москве лекция Романова без соплей, Владимир Кровавый и его жена. В Петербурге 9 февраля в 14.30 лекция Романова без соплей, Ники и Малечка, мифы и факты. Эта же лекция в Москве 22 февраля в 14.00. А 16 февраля в Москве премьерная экскурсия. Москва от Боголюбского до Троцкого. Мы гуляем по улице Знаменка и окрестностям. 2-4 мая у меня тур в Петербург. В июне мы на два дня едем в Нижний Новгород. В конце октября мы едем в Вену. В конце ноября мы едем в Берлин. В конце января 2021 года в Париж. И в марте 2021 года в Прагу. Ссылки на все мероприятия есть в описании под этим выпуском. Оставляйте там комментарии. Увидимся с вами оффлайн и онлайн. Пока.